Я знал, я догадывался, что вы заждались уже обзоры на очень доступные смартфоны именно сегодня, так как наша задача информировать вас о самых актуальных новинках техники. Я рассказываю про новинку от компании Huawei. Это смартфоны Y3 и Y7. Включайтесь, поехали! Дорога говорится молодым. Начнем мы с модели младшенькой. Это Y3. И сразу хочу вам рассказать, ребята, внимательно следите за тем, что делает компания Huawei на рынке. Возможно, завтра вы проснетесь, и Huawei будет лидером. И это не шутки. Итак, дизайн Huawei Y3 нельзя выделить как что-то экстраординарное. Здесь он довольно обыденный для устройств нижнего ценового сегмента. Пластиковый корпус, крутая сборка, покрытие не собирает отпечатка пальцев и уже хорошо. У нас модель в золотом цвете, ведь бюджетный смартфон это не приговор. Он тоже должен смотреться достойно в руках как мужчины, так и женщины. Задняя панель смартфона отличилась большим отверстием для камеры. Рядом расположена вспышка. По центру традиционно расположился логотип Huawei. Лицевая сторона поместила в себе 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 480 на 854 пикселя. Здесь есть разговорный динамик, фронтальная камера и даже датчик света, что редкость для бюджетников. На правой части смартфона у нас расположилась клавиша регулировки громкости, клавиша включения смартфона. А вот на левой все гладенько, без излишеств. Смотрим на верхнюю часть и можно спокойно выдохнуть. Разъем 3,5 миниджет для наушников остался. И это неплохо, потому что нынешние тренды говорят обратное. С нижней стороны у нас разъем microUSB для зарядки и синхронизации с компьютером. И маленькое отверстие микрофона для разговоров. Под пластиковым корпусом скрывается 4-ядерный процессор Mediatek MT6737M и 1 гигабайт оперативной памяти. Для пользовательского контента отведено 8 гигабайт памяти. Впрочем, хранилище можно увеличить картой памяти microSD до 128 гигабайт. Слот для которой находится под задней крышкой, как и место для двух сим-карт. На 8-мегапиксельную камеру можно снять обычную фотографию, а вот на селфи-камеру 2 мегапикселя, конечно же, фотография будет так. Для галочки. Но не стоит забывать, мы же говорим про смартфон в самом нижнем ценовом сегменте. То есть самый доступный смартфон компании. Помогать взаимодействовать со смартфоном призван Android 6-го поколения с фирменной оболочкой Emotion UI 4.1, в которой нет вообще ничего лишнего, лишь приятные дополнения от самой Huawei. Аккумулятор на 2200 мАч позволяет проработать этому смартфону где-то полтора дня. В принципе, это неудивительно, ведь технические характеристики здесь не очень ресурсоемкие, и все сделано для того, чтобы смартфон проработал долго. Потому что эта самая бюджетная модель, и она сделана для чего? Для связи, общения и интернета. Мы с вами говорили про Huawei Y3, самую доступную модель в бюджетном ценовом сегменте. Пришло время поговорить про самую крутую модель в бюджетном ценовом сегменте. Да, у компании Huawei даже в бюджетном ценовом сегменте есть разные категории смартфонов. Это Y7. Y7 это гигант с рекордным временем автономной работы, батарея которого уже на 4000 мАч. И обусловлена на такая емкость более мощными характеристиками, соответственно. Красивый лаконичный корпус из алюминия, пластиковые вставки для антенн. Очень приятно ложиться в руку. Y7 оснащен HD-экраном на 5,5 дюймов. У него 2 гигабайта оперативки и 16 гигабайта внутренней памяти. А вот работает он уже на Snapdragon 435. Это 8 ядер Cortex-A53 по 1,4 ГГц. За графику здесь отвечает видеоускоритель Adreno 505 и управляет всем Android 7.0 Nougat. Это важно. Смартфон также поддерживает карты памяти microSD до 256 гигабайт, но придется пожертвовать второй сим-картой. А вот по внешнему виду этот смартфон действительно удивляется. Сделан аккуратно, лаконично, даже местами с флагманскими замашками. И самое главное, с этими техническими характеристиками на этом смартфоне можно поиграть в популярные аркадные игры, либо же раннеры. К примеру, игра Skydancer. Моя любимая игра, любимый раннер. Здесь спокойно идет, все красиво отрисовывается, не лагает и бегает. Кроме популярных игрушек, этот смартфон еще может делать неплохие фотоснимки. И в съемке он показывает себя лучше, благодаря 12-мегапиксельной камере с HDR. Здесь, кстати, диафрагма 2.2 и фазовый автофокус с одинарной вспышкой. Камера способна снимать видео в Full HD 30 кадров в секунду. Фронтальная камера имеет разрешение целых 8 мегапикселей и диафрагму 2.0. В случае с Huawei Y7 компании удалось вообще сделать хорошее сочетание технических характеристик. То есть здесь можно неплохо поиграть в игры, сделать хорошую фотографию. И к тому же здесь действительно прикольный дизайн. Его не успею наносить в руках и показывать на людях. Приличный смартфон. Динамики у смартфона в меру громкие. Вот аккумулятор на 4000 мАч показывает очень хорошее время автономной работы. Можно протянуть до двух дней. На одном заряде аккумулятора это дорогого стоит. С чувством выполненного долга я удаляюсь из этого эфира. А вы теперь можете спать спокойно, так как вы осведомлены. Знаете, чем живет компания Huawei в 2017 году? Ведь рынок не только зависит от флагманов. Средненькие смартфоны тоже очень популярны. Они важны. И о них нужно знать и рассказывать. Напишите в комментариях, нравится вам смартфоны Huawei, какими вы пользуетесь смартфонами в принципе. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорого!